И всем привет ребят, с вами Старвайка, сегодня я записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен нашему новому челленджу, сегодня у нас 16 число, это значит что именно сегодня стартовал второй январский челлендж, в очередной раз у нас не было к сожалению информации и анонса этого челленджа и сразу челлендж появился у нас в игре, сегодня мы рассмотрим призы, какие там есть, выскажу свою точку зрения по поводу челленджа, ну и Расскажу стоит ли покупать боевой пропуск, если у вас имеются там или не имеются награды, в любом случае выскажу свою позицию, что я думаю по этому поводу и буду ли я лично покупать этот челлендж на своем основном аккаунте и на своем бездонате, но если вам нравится подобного рода видосы, где мы обозреваем челленджи и не только, обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал Я уже честно открыл этот челлендж, да, то есть здесь у нас по дефолту, как всегда, награды с кристаллами и контейнерами в большом количестве, то есть как и в предыдущем челленджу у нас увеличены в два раза награды по кантам и в принципе с точки зрения фарма кристаллов это очень и очень неплохая вещь, дальше По краскам у нас тут даются такие краски как Атом и Галактика на 15 уровне На 30 уровне по первым устройствам это устройство на Мамонт, защита от заморозки и иммунитет от пробития Мамонт на сегодняшний момент времени я бы сказал, что не совсем актуальный корпус, но в принципе если у вас нету этой иммунки от пробития, то это одна из самых важных иммунок, да, иммунка от Эми и иммунка от пробития на корпус Это, ну, приоритетная вещь, я бы сказал, наверное, так Дальше, 45 уровень и здесь у нас два легендарных устройства на Страйкер Одно из них уже, к сожалению, убили, хотя я очень сильно надеюсь на то, что его вернут в баланс, потому что на нем никто и до этого не играл и сейчас никто не играет Дистанционный подрыв ракет Это божественное устройство на Страйкер, которое сейчас занерфили, но о нем я в ближайшее время запишу видос 100%, да, где выскажу все свое мнение по поводу него Возможно на втором канале, возможно на основном канале, не знаю, посмотрим, как у нас пойдет это дело Ну и брейнебойная боеголовка, устройство, которое с пятницы стало, ну, супер жестким, да, то есть я постараюсь уже завтра записать видос с этим устройством Протестировать, показать его, как оно работает Показать, на чем оно работает супер жестко, да Ну и кто, в принципе, смотрел стримы предыдущие мои, тот уже видел работу этого устройства И я вам могу с уверенностью сказать, что это одно из самых сильных устройств на сегодняшний момент времени Если брать Страйкер, то, наверное, на Страйкер это вообще самое сильное устройство, да То есть со статус эффектом пробития, если у противника нет иммунки от пробития, то это все Это два выстрела, противник летит на респ Если успеет там в тайминг нажать аптечку, ну, тогда там три выстрела и он летит на респ То есть шансов от него выжить без иммунки от пробития нету Ну а даже если есть иммунка от пробития, все равно можно накидывать очень хороший урончик Поэтому с точки зрения этого челленджа, если у вас нет этого устройства То мой вам совет, обязательно, обязательно, если есть возможность, приобретайте этот челлендж ради вот этого замечательного устройства Ну и последнее, это скин Молота Легаси Который, если я не ошибаюсь, был в предыдущем танкофонде То есть в летнем, да, то есть если в зимнем у нас танкофонде была Была Тесла Легаси, то Молот Легаси как раз таки был в весеннем Ну, можно сказать, летнем, да, в летнем танкофонде Даже я могу, если честно, это все дело проверить Потому что у меня был здесь скриншотик А, нет, не было его Или где он был? Ну не знаю, в любом случае напишите в комментариях Мне даже самому что-то интересно стало, где этот скин Молота Легаси был Но мне кажется, что в танкофонде Ну и в целом, этот скин у многих есть По внешнему виду, наверное, я бы сказал, что Молот Демоник самый жесткий, самый красивый Ну, если вы гоняетесь за скинами, у вас скина нету То, в принципе, тоже с точки зрения того, чтобы его приобрести И чтобы он у вас не падал в скин-контах, тоже можно Ну, а что касаемо моих скин-контейнеров К сожалению К сожалению, Молот у меня есть Поэтому с этих скин-контов я его, как говорится, убрать оттуда не могу Соответственно, придется мне, скорее всего, уже в ближайшее время Открывать скин-контейнеры Но если вы ждете, можете тоже написать по этому поводу в комментариях Чтобы я, ну, так сказать, чуть побыстрее уже как-то открыл мои три замечательных скин-конта Ну, конечно, если мне из них не выпадет арес хт-шный То, в принципе, я доволен этому, конечно же, не буду В целом, что я могу сказать С точки зрения фарма и именно кристаллов и контейнеров То здесь все так же все четко Да, то есть, что и в предыдущем челлендже у нас Увеличено в два раза количество контейнеров По кристаллам там есть небольшие уменьшения Но в целом эти контейнеры все компенсируют И с них можно заработать кристаллов в целом намного больше Поэтому если вы берете боевой пропуск даже несмотря на устройство То, в принципе, железно все можно брать Если с точки зрения устройства, то я бы тоже брал бы Потому что бронебойные боеголовочки очень крутые И если еще вдруг кто-то не верит этому То завтра я постараюсь это все показать, реализовать Ну и молот, ну в принципе, скин, который, наверное, у многих уже есть Поэтому акцентировать внимание уже в челленджах чисто только на скине Но, наверное, это не совсем правильно Поэтому если с точки зрения фарма вас этот челлендж интересует То обязательно приобретайте его Фармите сверху кристаллы Ну и вообще, в принципе, я уже все челленджи и на бездонате И на основе покупаю Чисто чтобы забирать все эти дополнительные награды Вне зависимости от того, что здесь появляется То есть чисто чтобы фармить конты Чтобы фармить расходку Фармить кристаллы Потому что танкойны есть Ну а челлендж это, наверное, на сегодняшний день Одна из самых выгодных вложений Которые могут быть в нашей игре Поэтому если вы все еще раздумываете То я бы на вашем месте, конечно же, это все дело приобретал Ну а вы пишите, что вы думаете По поводу челленджа Как вы смотрите на все эти предметы Согласны ли вы с моей точки зрения Насчет устройства Но я считаю, что даже вот ради одного этого устройства Уже стоит приобрести этот челлендж Да, вот реально Ради одного только этого устройства Я бы уже бы его взял Я вот, кстати, не помню У меня на бездонате было это устройство или нет Если вдруг у меня его не было То я прям мега рад Прям мега рад Мне кажется, даже у меня его и не было Поэтому сейчас оно будет И на бездонате Можно будет на страйкере тоже Некисло понаваливать Потому что, как вы знаете У меня на бездонате только две пушки Это страйкер и гром И эти две пушки На сегодняшний момент времени Являются супер актуальными И нагибаторскими пушками В нашем матчмейкинге Поэтому Если вам понравился данный видос Поддерживайте обязательно его лайком Пишите, что вы думаете По поводу челленджа Как я уже сказал Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Добавайте не пропускать новые видеоролики Ну и конечно же Не забывайте про мой личный Так создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте Мой личный так Это так темп Установите его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов На 30000 конов Все информации по розыгрышу Есть в описании Ну у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока